Добрый день подписчики и зрители канала. Хочу снять небольшую реплику по первому своему ролику. Там мне была неудобность, снимал с телефона, не имел большого опыта в съемке роликов. На видео получилось качающимся, ну, как бы с телефона снимал. Небольшой обзор Solaris Multimig 227, о том, что понравилось, что не понравилось. Мои небольшие переделки и также можно ли использовать как MMA свар. До этого у меня был MiTech 250, так я с ним и не подружился, то ли тока мало, хотя я генератор его подключал, то ли еще что. Металл он вложил сверху. Я не скажу, что я сварщик или у меня огромный опыт, допустим, в сравнении с Solaris, это небо и земля, скажу вам честно. Хоть и MiTech дороже по своему классу с аналогичного типа Solaris. Приобретал я этот за 800, по-моему, 50 рублей на интернет-площадке Ideal. Один из зрителей поинтересовался магазином, потому что в онлайнере 21 веке на него стоит ценник 1040-1050, по-моему, рублей. Не ведитесь на эти магазины, 21 век, пятый элемент, электросила, там только по каким-то акциям, может, и можно что-то урвать. Есть нормальные магазины, Ideal, в Ideal можно этот Solaris Multimig 227 за даже какие-то 800 рублей, даже дешевле, чем я покупал. Насколько там честно, не знаю, но надо звонить, потому что часто бывает, что звонишь по виде одну цену, а результат другой. Ну, короче, надо обзванивать, искать подешевле. Что понравилось? По сравнению с MiTech варит замечательно, мне понравилось. Металл ложится, шлак сбиваешь, металл, бугорок небольшой, все, блин, отлично. Демонстрировать я этого не буду, потому что, ну, какой в этом смысл? Ну, комплектацию также показывать не буду, хватает обзоров в интернете, я вам скажу только собственные выводы по этому аппарату. Если вы хотите купить аппарат и использовать как ММА сварку, да, вполне возможно, но кабеля сварочные комплектные никуда, ни к черту не идут, сразу выкидывайте. Мало того, что это неизвестный металл, то ли алюминий, то ли что, но даже не это важно. Важно то, что они очень короткие, они там то ли полтора, то ли два метра длиной, вы ни черта с ними не сумеете сделать. Я переделал кабеля, купил 15 метров кабеля сечением 1,25. Я вам скажу, я лишнего хапанул, можно было кабеля покупать и тоньше. Внешнее сечение кабеля 12,4 миллиметра, 12,5. Я вам скажу, это очень много, они на холоде достаточно дубовые, не совсем удобные с ними. Короче, погорячился, можно было уменьшать. У них внутреннее сечение кабеля 8,5 миллиметров примерно. Использовал я родные 9-миллиметровые клеммники, просто стянул их с клеммника, эту резину оплет, втягиваешь, там внутри болтик, ну и такая обойма металлическая, типа медь, но не медь. Он как раз входит в этот клеммник, и все зажимается, обратная изоляция натягивается. Скажу, что 1,16 вполне бы хватило для сварочных кабелей. Ну, что купил, то купил. Также поменял держак, покупал его в ОМИ, тут его закрепил, кабель примотал изолентой, ну и завел его под клеммник. Здесь уже губки толстые, в старом были слабые, чуть плохой контакт, они тут уже прогорают, эти тарелочки. Здесь уже поживет какое-то время. Понятно, что яйца со временем начнут гореть, но это все расходники. Поменял держак, купил винтовой ЕСАП-2000. Вот такого типа ЕСАП-2000, зажимает под 45 и 90. С этим держаком помучился, потому что внутри находится крепление, и одеть потом на крепление вот эту резиновую часть, пришлось повозиться. Заливал ВД-шкой, и все равно с большим трудом сумел только одеть. Кабеля получились по 8,5 и 6,5 метра, то есть я сделал на 2 метра больше держак, чем масса. Обратите внимание, где стоит сварочный аппарат и как далеко у меня лежат кабеля. Свобода работы колоссальная, все очень удобно, не надо ничего носить, переносить, все очень нравится. Единственное, что толщина кабеля достаточно большая, можно поменьше. Подытожим, сварочный аппарат классный, сварочный аппарат советую. Как и ММА сварка, подходит без проблем. Если вам не постоянно надо носить его, либо есть возможность перевозить, то все отлично. Делаете сразу кабеля, штатные выкидываете, это какая-то херня, оптимизация. Там то ли алюминий, то ли что, непонятного происхождения. Если алюминий, то что он, амиднеонный что ли, алюминий вроде не меняют, но я не знаю, утверждать не буду. Хорошая, отличная, я бы сказал даже, по сравнению с МТ, чем с моим бывшим, ММА сварка. Прекрасный полуавтомат, но это я сам не проверял, по отзывам соседа, который у него 3 года уже этот аппарат, все отлично. Из минусов, штатные кабеля, говно, штатная масса, такая же ерунда, держак, штатный, нормальный, обычный. Из маленьких плюсов, при выключении сварочного аппарата, аппарат сразу не выключается. Дает время остудить свой радиатор. Также в комплекте идет рукав для полуавтоматической сварки. Аппарат хороший, берите, не пожалеете, мне нравится. Как и ММА сварку использовать можно и нужно, все варит хорошо. 3 года гарантии, ищите подешевле, я приобретал его у какого-то ИПшника, там все как бы нормально. Пришел аппарат, полная упаковка, никаких проблем нет, все работает. Уже аппарата у меня 2 месяца, наверное, 3 даже почти месяца, все отлично. Также спрашивали у меня цену кабелей. Ну, порядка 60 долларов 1.25 кабеля обошлись. 1.16 будет, конечно же, поменьше. Да, это дорого, это порядка сколько, 60-65 долларов, в зависимости, в каком магазине покупает. Вы эти кабеля сохраните с собой на всю жизнь, потому что меняете, допустим, сварочный аппарат. Если надо, снимайте клеммники, либо используйте на новом сварочном аппарате старые клеммники, если там 9 мм. Если 13 мм, то без проблем можно поменять клеммники. Все это съемное, все меняется, ничего больше покупать не придется никогда. Продолжение следует...